Последний день первенства России, вышедшие на дорожки раперисты, как и в предыдущие дни, продолжили удивлять и радовать нас захватывающими боями. Юные фехтовальщики проявили стойкость и характер и показали себя с наилучшей стороны. Подтверждением этих слов служит Степан Щербаков, которого не смутило неудачное выступление в группе. И начав день с табло 128, он в итоге дошел до боев за восьмерку, попутно обыграв одного из лидеров по итогам пулов Артема Коткова. Одним из самых запоминающихся стал бой между саратовцем Алексеем Световым и спортсменом из Лобни Антоном Ковалем. Уже в первом периоде саратовец вел со счетом 8-3, но поддерживаемый своими земляками Антон всего за несколько минут полностью перевернул ход поединка и одержал победу 12-10. Но на следующем этапе за вход в 4 Ковалю уступил бронзовому призеру прошлого года Петру Волконскому, который в первом полуфинале фехтовал против Алексея Озерова. Алексей попаданием на подиум значительно улучшил свой прошлогодний результат, но побороться с реперистом из Санкт-Петербурга ему не удалось. Курский спортсмен уступил со счетом 12-3. Вторыми на подиум вышли еще один курский реперист Данила Кравцов и Евгений Соловьев из Самарской области. К первому перерыву Евгений владел преимуществом в два укола, но после перерыва Кравцов сумел нанести сопернику несколько уколов подряд и завершил бой со счетом 12-9. Финал стал настоящим украшением всего первенства. В поединке двух равных бойцов никто не собирался отдавать преимущество сопернику. В какой-то момент уступавшие три укола Кравцов буквально за 20 секунд сравнял счет. В дальнейшем ни Волконский, ни Кравцов не отпускали оппонентов больше, чем на один укол, но решающий 12-й посчастливилось нанести именно Даниле. Ну, горит все внутри, не знаю, эмоции просто вообще, взрыв хочется, как будто я очень рад, что я победил. Было трудно, я сначала вначале думал, ну, как эффектовать, думал, проиграю, не проиграю, начал думать, тянуть время. И с этим, ну, сорвалось как будто, и я взял, выиграл. Просто не задержался. В прошлом я был вторым, и позапрошлом был вообще третий, а сейчас первый. Первый. Ну, меня очень сильно это радует, хорошо. Ну, тяжело было. Вначале там не получались ни парады там всякие, защиты не катили. Ну, потом пришлось самому рисковать просто. Ну, и в итоге я выиграл 12-9. Я сам не ожидал, я сначала думал, ну, как бы сделать так, так. Я, ну, было, ну, как бы объяснить. Ну, тяжело было там. Ну, все время уколы-то у него-то у меня. Мы даже думали, что делать. Ну, и счет довелся до 11-11, я начал, ну, чуть-чуть побаиваться, и я просто начал рисковать. Я попал. Ну, в заход четыре было сложно фехтовать. Ну, мальчик левша, Федоров Даниил, питерский парень. Чуть ему, я его выиграл 12-11, тоже было тяжело. А так проход по себе сложился нормальный. На этом этапе, наверное, такая самая главная вершина, да? Какие теперь планы, какие цели новые? Чемпион мира. Ну, и это, олимпийский чемпион, все. Ну, а тренер Данил и второй день подряд принимал поздравления с победой. Эмоции те же, но опустошенность и усталость, конечно, после двух дней. Сегодня были тяжелые бои. Данила два боя выиграл на зубах 12-11. Сейчас просто хочется отдохнуть. Финальный бой, что чувствовали? Такой сложный был бой, и до последнего непонятно было, кто выиграет. Да, была борьба очень равная, а не примерно одного уровня. Поэтому Данила был чуть настойчивее, наверное, больше хотел выиграть. Он у меня своеобразный фехтовальщик. Конечно, хочется ему многому, надо добавлять. Но основное то, что я хотел, он, конечно, выполнил. Получается, Курская рапирная школа теперь самая сильная у нас? Она всегда была самой сильной. На этом первенство России в Лобне завершено. И, наверное, подвести итоги лучше всех смогут те, кто отработал шесть дней на соревнованиях от начала и до конца. Поэтому обратились к младшим судьям. Девчонки, писайтесь, пожалуйста. Андреевских Анастасии Викторовны. Бегназарова Диана Дельшодовна. Кириллова Алина Александровна. Ну, расскажите, чем им запомнились эти шесть дней? Мне на шпагах, как мы... Ну... Сдавались? Нет. Судили. Эти шесть дней были очень хорошие, потому что мы волновались за друзей, мы поддерживали их. Ну, было очень хорошо. Ну, во-первых, было волнение, то, что мы сделаем что-то не так. Мы сначала прорабатывали все с самого начала. Ну, нам, конечно, помогали судьи, и как-то мы справлялись. И вот, наконец-то, шестой день настал, и все хорошо. А скажите, а что входило в ваши обязанности, как младших судей? Мы записывали счет, на пультах работали. А с спортсменами приходилось общаться, слушались вас? Да. А они, ну вот мы там говорили, с приседом коленю колоть, они это делали, у них получалось, а некоторых нет. Приходилось кого-то там успокаивать, как судья, там, говорить, не надо так делать? Да, конечно, приходилось, как же иначе. Там вообще некоторые спортсмены, им давали предупреждение, потому что они кидают маски, рапиры, там все такое, шпаги, сабли. Иногда даже ломались шпаги, сабли, рапли, рапиры. Наверное, эти два последних дня для вас самые интересные, да? Чем вам запомнилось больше всего вчера, а сегодня? Вчера мне запомнилось, что подруга, ну она проиграла, мы ей говорили, она не слушала. Она даже тренера не слушала. Она выиграла не одних боев, а сегодня мы болели за одного мальчика, Антона. Он сегодня, ну он проиграл его только что. Какие-нибудь герои у вас появились свои за эти шесть дней? Не обязательно рапири, может быть, в шпаге, в сабле? Мне в сабле. А кто? Там, ну, мальчик, он выиграл тут первое место, он очень хорошо. Он у меня где-то попался три раза. Вот он очень хорошо фехтует. А что бы вам больше хотелось теперь? Поучаствовать вот так же, как и ребята старшие в соревнованиях, как фехтовальщики, или посудить, как старшие судьи? Поучаствовать как старшие, ну, поучаствовать в соревнованиях. Мы хотели бы, но мы не подходим к возрасту, а так мы будем в Зеленограде в ноябре и в Мечищах будем. Ну, так, я забыла, какой вопрос был. Посудить хочешь или поучаствовать? Ну, конечно, участвовать, но, да, мы по возрасту не подходим, поэтому мы не участвуем. Ну, мне понравилось тоже и судить, и, наверное, бы понравилось участвовать в этих соревнованиях. Ну, я думаю, у вас еще все впереди, обязательно поучаствуйте, обязательно у вас будут победы. Ну, на этом все, мы с вами прощаемся, смотрите РусФенсинг ТВ. РусФенсинг ТВ РусФенсинг ТВ РусФенсинг ТВ